Любой, кто получает землю, получает ее с конкретными задачами. Если он не выполняет план статьи КФХ, то нужно принимать меры. Об этом заявил Юнус Бекев-Куров на встрече в Магасе с участием членов правительства и представителями Сельхозреспублики. В начале встречи собравшиеся обсудили вопросы, касающиеся проведения весеннеполевых работ. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия республики Мухаммеда Гагиева, ингушские сельхозпроизводители работы начали с ухода за озимыми культурами. Все военгушские аграрии в ходе весеннеполевых работ намерены засеять яровыми культурами порядка 44 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Юнус Бекев-Куров отметил, что необходимо внимательно изучать работу каждого хозяйства и следить за тем, чтобы все земли вовремя и правильно обрабатывались. Далее была затронута тема засухи, которая случилась в прошлом году в Молгобекском районе. Глава региона подчеркнул, что по данному факту не проведен должен анализ. Любой человек, который получает землю, он получает с конкретными задачами. Так нет? Он для чего-то получает. Если он не выполняет план, а у вас по этой статье, вы запишите это, по статье «Невыполнение плана КФХ», во-первых, руководство КФХ над этим не работает, как положено, и вы тем более не работаете. И вот по этой статье или по этой графе у вас изъятого земли участка или наказания вообще нет. Вы регулируете процессы. Почему в том же Молгобекском районе вы расследование не провели своего служебного? В прошлом году была засуха урожая, а здесь должно быть самое тщательное расследование наказания всех должностных лиц, которые допустили. Не самой засухой выражая, а потери выражая. Потому что они знали прекрасно в начале, в начале, в начале. И сегодня знаю, где, в каком районе больше форс-мажора у нас. Так нет? Вы же знаете прекрасно, что Молгобекский район, он более засушливый в этом отношении. И там надо какие-то другие культуры сажать. А вы туда не лезете, вообще не занимаетесь, не регулируете этот вопрос. Мы для чего эту землю дали человеку? Чтобы он выполнил задачу на этой земле. И благодаря ему, чтобы у нас был рост сельхозпродукции, качество. Чтобы люди меньше нуждались в этой продукции, меньше была, ценевая политика была ниже, чем в других регионах. Я прошу на это и вас, и вице-премьера, и министра сельскохозяйства. А министре имущества задача, я вам даю месяц срок, месяц с товарищем, помощником советовым Добриевым и Кумченко, месяц срок вам провести тотальную проверку всех крестьянских фермерских хозяйств. Тотальную проверку. Начните это не по всей республике, а с одного муниципального образования. Начинайте это делать таким образом. Первое, это количество заявленной земли и полученной земли, и реально обрабатывая земли. Раз. Количество. Заявил человек 100 гектаров, а получает, почему-то, работает на 200 гектаров. Это раз. Второе, что может эта земля дать, и что человек на выходе дает? КПД. Третье, соответствие этого урожая заявленным изначально требованиям, или прогнозам, или хотелкам. Четвертое, кто работает на этой земле? Человек сам работает или сдает кому-то в аренду? Это очень тонкая вещь, обязательно разбирайтесь. Продолжение следует...